всем привет уже март подходит концу и я только вспомнила что я вам не снимала пустые баночки за прошедшую зиму поэтому достаю как всегда вот такой здоровый пакет в который я собираю весь хлам который нормальные люди выкидывают первое средство которое у меня практически уже подошло к концу я просто переливала его в более удобную баночку это мицеллярная вода а точнее она называется гиалуроновая очищающая вода я ее покупаю уже не в первый раз использую для снятия макияжа в том числе и макияжа глаз и она прекрасно с этой функции справляется не сушит кожу никаких у меня плохих ощущений раздражение от нее никогда не бывало поэтому в принципе я ее и повторяю это средство для волос шампунь который вы в принципе видели у меня не так давно шампунь от редкин для блондинок для восстановления волос и это средство мне настолько понравилось что я уже купила себе литровый бутыль и вы обязательно увидите у меня его в покупках очень очень рекомендую девочкам блондинкам он действительно восстанавливает волосы и если у вас волосики такие же тоненькие как мои то он их делает немножечко плотнее и толще что мне очень очень нравится патчи для глаз от xlash они уже достаточно давно подошли к концу и по моему они уже попадали в мой рейтинг патчей я уже делала о них отзыв и это очень хорошие укрепляющие патчи они дают именно укрепление и что мне еще в них понравилось это то что они достаточно большие и захватывают большую зону вокруг глаз я такие большие патчи люблю и вообще вот эти патчики очень очень рекомендую если вам нужно именно вот такое укрепление для кожи увлажнение они дают но это не самое главное их действие закончились две сыворотки от оси покупались они очень очень давно и вот наконец таки подошли к концу но даже не наконец таки они мне очень понравились и я сожалею что они подошли к концу одна сыворотка с гиалуроновой кислотой и вторая сыворотка с кислотой с пептидами и тут еще много много всего интересного понравились мне обе абсолютная рабочие сыворотки причем это ампульные сыворотки они могут применяться еще и для того чтобы добавлять их в какой-нибудь крем маску в общем их можно использовать по-разному и довольно и одной и другой они действительно очень классное увлажнение дают поэтому возможно я их когда-нибудь и повторю но но вы же знаете я люблю что-то новенькое пробовать поэтому это не факт но если говорить о том что рекомендую я вам или не рекомендую то я очень рекомендую вообще вот это вот марку осет я вам очень очень рекомендую там много всего хорошего подошел один из моих бальзамов для губ dior lipglow это очень известный бальзам и вы знаете что я периодически покупаю и мы пользуюсь и вот один уже у меня закончился я как покупала так их и буду покупать эти бальзам чеки мало того что увлажняет хорошо губы они еще и подкрашивают их и поэтому я их использую и дома и когда снимаю для вас какие-нибудь макияжные видео чтобы губы не пересыхали и не были сильно бледными в кадре я пользуюсь вот вот этими вот диоров скими бальзамами рекомендую конечно очень очень кокосовая вода от мак это праймера для макияжа и я ее использовала просто поверх макияжа чтобы макияж уселся и еще мне понравилось вот эту воду использовать когда я наношу консилер припудриваю и чтобы консилер хорошо уселся и не забивался складочки можно вот так вот побрызгаться им вот этой вот водой и все и консилер он становится вот это вот пудровое покрытие как бы более мягким более податливым и кожа под глазами не пересыхает и не как я уже сказала ничего не проваливается морщинки куплю ли я еще до если будет опять с каким-нибудь интересным ароматом то обязательно повторю а в принципе если вы думаете что это действительно какой-то праймер или это средство для фиксации макияжа а здесь можно его и так и так использовать то нет это средство ничего не фиксирует а как праймер она ну немножечко увлажняет кожу и все использовала крем для века то ли хенриксон купила его фактически спонтанно и когда я его первый раз наносила под глаза то думала что да зря я его наверно купила он такой мысленистый обычные такие текстуры не люблю да они нам неплохо действуют но ничего подобного прошло буквально какое-то время и я поняла что это абсолютно работающий крем во первых он и пигментацию осветляет во вторых он и подтягивает кожу и увлажняет и на него прекрасно ложится макияж понравился очень очень сильно на удивление такая достаточно маслянистая формула на мне прекрасно работала и прекрасно впитывалась очередной крем для душа подошел концу это барнанген и я его покупаю из раза в раз параллельно с моим любимым мылом красная москва я пользуюсь еще и вот этими вот кремами для мытья практически вообще не сушит кожу и вместе с этим кремом я пережила зиму и мне не всегда приходилось мазаться кремом по крайней мере не все тело только там отдельно ноги и руки ну то есть места где что-то пересыхало так что люблю покупаю у меня еще две баночки стоят в ванной фактически это средство стало одним из любимых моющих средств для тела маска для волос от секрет ки и эта маска ламини с эффектом ламинирования для поврежденных волос здесь очень много всяких полезных компонентов в том числе кератин и еще куча куча всего я использовала до конца я не могу сказать что эта маска стала моей любимой но по крайней мере это действующее средство мне немножечко не нравится то что мои волосы слишком тонкими от нее становится а я все-таки люблю такой уплотняющий эффект но в плане того дает она какое-то действие или не дает да да волосы восстанавливаются тут я ничего не могу сказать если вам наоборот нужны такие разглаженные не обязательно сильно объемные или плотные волосы то я думаю вам вполне подойдет еще один шампунь который я использовала от барекс называется супер плекс и покупала я его два или три раза подряд по моему у меня было два раза маленьком бутыльке и третий раз я себе литровый да в принципе мне все нравится меня все устраивает но вот сейчас я нашла шампунь от редкин и он мне понравился гораздо больше а так если у вас осветленные поврежденные волосы то эта линейка будет идеально наконец-то подошел концу мой бальзам от марки global кератин и он по моему идет восстанавливающий до защищающий восстанавливающий о боже мой он мне вообще не подошел мои волосы от него какие-то спутанные и жесткие и по идее эту марку очень хвалят потому что здесь очень хорошие составы но наверное это просто не мое средство я конечно его использовала но обычно я сюда добавляла какие-нибудь добавки либо смешивала с каким-нибудь другим бальзамом в общем как-то так я его в итоге и использовала но больше повторять не буду не мое закончила гиалуроновый тоник и покупаю я уже и не первый даже не второй раз это гиалуроновый тоник от secret key и он известен по моему абсолютно всем это очень такое известное средство которое когда-то блогеры просто хвалили взахлеб и этот тонер действительно очень хороший он прекрасно увлажняет кожу здесь еще написано что кислоты содержится но честно сказать действие этих кислот вы особо не почувствуете а вот действительно мощное увлажнение да этот тоник дает крем от lancome jenefique repair это практически самая известная линейка вот lancome она против по моему первых признаков старения и этот крем достаточно плотный я его использовала до конца я уже когда-то таким пользовалась и мне он нравится и он хорошо так подпитывает кожу я не знаю как он борется с морщинами или не борется у меня на лице в принципе таких проблем нету у меня под глазами только лучики морщин есть а про лицо сказать не могу вроде бы пока все в порядке но как восстанавливающие как питательный крем вполне хорош это одна из моих сиялок от gorgio armani я тоже использовала ее до самого конца но она классная она увлажняет кожу но она немножечко маслянистая вот совсем чуть-чуть как сказать совсем немножко с перебором для меня все потому что у меня потом быстрее жирнится кожа чем с любыми другими сиялками и я сейчас купила такое же средство от шанель она мне подошло гораздо лучше больше и сейчас она на мне как я вам уже говорила что такие средства я использую под макияж и затем наношу пудру и когда вот допустим такое освещение или солнышко на улице и ваша кожа будет как будто бы светиться изнутри то есть такой вот естественный эффект фотошопа дает а так в принципе хорошая сиялочка если вы страдаете сухостью кожи то тут вполне подойдет тушь vivienne sabo cabaret подошла к концу покупаю я ее не первый раз пыталась подружиться думала мои реснички сейчас отросли от средства xlash думаю как раз она подойдет но даже на мои отросшие ресницы это тушь мне не подходит я не знаю за что ее хвалят и за что ее любят в общем закончилась а я ее использовала на нижней реснице и слава богу тушь от живанши покупала на пробу вот с такой щеточкой и я вам миллион раз говорила что я не очень люблю такую щеточку она мне не очень хорошо прокрашивает ресницы и это тушь тоже не исключение я не могу сказать что сама тушь по себе плохая она хорошо ложится на ресницы но очевидно вот за счет вот этой щеточки скажем так моей любимицы она не стала как я любила свою тушь от исти лаудер так я ее и люблю кондиционер для волос от джон фрида это для того чтобы поддерживать холодный блонд и это средство очень очень такое нежное прям совсем совсем слегка сиреневая поэтому с ним переборщить невозможно и она не она не дает такого эффекта когда волосы превращаются в какую-то знаете такие серые становятся или каким коричневые нет очень деликатно так действует и волосы достаточно шелковистые мне понравилось поэтому не исключаю что когда-нибудь опять куплю пудра туфест у меня была в оттенке сноу светлая светлая она у меня подошла к концу я ее с удовольствием использовала но покупать еще одну наверное не буду потому что мне больше всего понравилась пудра от кэт фон ди это такая же плотненькая пудра тоже хорошо на лицо ложится и в принципе нормально мне по цвету подходит но она достаточно быстро заканчивается здесь 10 грамм и как-то вот эти 10 грамм очень быстро улетают поэтому пудра хороша тут я ничего не могу сказать если вы не так интенсивно ее используете то в принципе можно потратить деньги разориться на нее и она очень классный эффект будет давать если будете наносить спонжиком будет плотно и если вы нанесете мягкой пушистой кистью то покрытие будет достаточно легким полупрозрачным пудра конечно по качеству отличная очередной консилер от dior закончился и у меня спрашивали под видео почему у меня так быстро заканчивается если здесь его так много я только под глаза наношу дело в том что я использую для нанесения спонж и поэтому я наношу под глаза побольше потому что все равно часть продукта съедается спонжем и я еще вот сюда в эту зону то есть как бы такой легкий треугольник рисую могу здесь здесь что-то и в общем-то в носогубные вот эти складки поэтому у меня достаточно быстро расходуется очень рекомендую если вы хотите какой-нибудь консилер с плотным покрытием но и при этом чтобы он сильно не забивался в морщинки ничего не подчеркивал и еще был с уходовыми компонентами то вам вот этот консилер подойдет просто на ура у меня в оттенке 00 самый светлый мои любимые пудры по заканчивались и даже две у меня здесь это mac studio fix nw 10 я уже столько им хвалебных отзывов пела что я не знаю имеет ли смысл сейчас еще раз это все повторять это моя обожаемая пудра основа которая замаскирует абсолютно все вам не понадобится никакой тональный крем у меня она не пересушивает кожу потому что я хорошенько кожу увлажняю перед нанесением пудры поэтому проблем сухости у меня не бывает она так я верх ногами до держу она у меня была и остается самый самый любимый лаура мерсье это подводка для межресничной стрелки у меня сложилось об этой подводки такой достаточно неоднозначное мнение во первых если ее с помощью воды наносить между ресничек получается просто шикарная черная насыщенная такая яркая линия все как я люблю но есть в ней одно но когда она подсыхает она вы знаете как будто бы вот в нее добавлена в добавлен уголь вот такой рассыпчатый и она вот этим вот вот этот уголь он осыпается и при попытке накрасить ресницы тушью вы задеваете и все все под глаза рассыпается нужно брать кисточку аккуратно смахивать потому что если вы только попробуйте пальцем стереть или взять сверху консилер нанести то вы получите ужас потому что здесь пигмент очень очень насыщенный и поэтому с одной стороны я не могу сказать что это плохо или хорошо в общем такой специфический продукт если вы готовы помучаться но получить результат вау то да если вы не готовы мучиться то конечно можно взять другое средство которое будет менее капризным добила вот такую пептидную сыворотку от макс клиник она рассчитана на 28 дней внутри по моему четыре таких баночки было до 4 баночки и я ее использовала только на ночь и использовала достаточно долго все потому что этот продукт я бы не сказала что мне сильно подошел я не увидела какого-то особого эффекта от него но за счет того что вот эта сыворотка маслянистая у меня на утро расширенные поры от нее и как-то как-то мое лицо потом начинает сильнее жирниться в общем я средства добила потому что она с пептидами я надеюсь она свое действие возымела но вот эти для меня минусы все-таки перевешивают поэтому повторять ее я не стану крем увлажняющий от сенсей кремом от сенсей я пела дифирамбы и сейчас то же самое скажу это одни из лучших кремов которые я пробовала я слышала что некоторые специалисты говорят что ничего особенного там составе нет за счет чего там эффект но я не знаю что по этому поводу сказать по моему вполне нормальный состав и к тому же он действенный эти составы которые работают пусть я не знаю специалисты считают что это не настолько хороший и богатый компонентами крем но он работает как я вам уже и говорила что есть средства может быть и с более богатым составом но только там подобраны так компоненты что что-то не впитывается что-то не срабатывает гиалуроновая кислота не в том виде в котором нужно а вот вот в этих кремах все хорошо вот этим время когда пользуешься результат он всегда виден вот здесь очень мощное увлажнение и она действительно есть и это видно и кто бы что не говорил я покупала кремы от сенсей и буду их покупать это очень давнешняя моя покупка это слушайте уже даже не осталось у меня коробочки что это за маска но она по-моему очищающие антивозрастная из этой вот линейки от миша маска и мне она очень нравилась эта маска пленка которую нужно было с лица снимать она там по моему и с корнем женьшень идет как-то так хорошая масочка все понравилось и она подошла к концу я ее с удовольствием могу порекомендовать в принципе не только для возрастной кожи и вполне подойдет и для молодой кожи у меня у самой столько всяких масок что я не знаю вернусь я к ней или нет потому что ну мне как бьюти блогеру хочется пробовать что-то новое и рассказывать вам о каких-то новых вещах два дезодоранта один дезодорант от урьяж а другой от виши мой любимый это вот этот от урьяж три капли он меня не подводит вообще ни в каких ситуациях он всегда прекрасно работает вот этот от виши тоже хороший дезодорант антиперспирант но мне показался он более слабым чем вот этот вот урьяж поэтому следующая моя покупка это вот этот дезодорант очередной карандаш от мак закончился это мой любимый карандашик черри у меня уже естественно есть новые уже я им пользуюсь это карандаш который я покупаю из раза в раз для меня это идеальный оттенок под все мои красные помады и к тому же мне очень очень нравится качество вообще карандаши для губ от мак это мои самые любимые карандаши с ними может сравниться разве что бобби браун там тоже очень шикарный карандаши для губ так это средство от макс фактор для бровей толстый карандаш видите как он у меня закончился его даже открыть не могу этот карандаш я вам когда-то говорила что он мне не очень понравился но в итоге я к нему приноровилась и даже купила себе новый и вот то что вы сейчас видите оформленные брови это выполнено именно с помощью вот этого карандаша и туши тоже от макс фактор в общем я к нему привыкла и в принципе меня он устраивает а вот она и тушь для бровей про которую я вам говорю на данный момент это моя любимая потому что она идет с ворсинками она делает объем на бровях да у меня их практически нет но вот даже на моих бровях которых нет все равно какой-то объем появляется вот эти волоски видны поэтому я ее очень люблю и как у меня заканчивается я покупаю следующие отличный продукт и очень рекомендую его тушь от xlash отличная тушь она идет еще с витамином е и она действительно укрепляет реснички когда я ее пользовалась у меня вообще ни одна ресничка не обламывалась она действительно очень крутая и здесь щеточка обычная не силиконовая и она еще и подкручивает ресницы в общем вот эту тушь я скорее всего буду повторять ну и моя любимая тушь на данный момент это тушь от исти лауда rebel и это самая любимая тушь на данный момент как-то вы мне под видео ее посоветовали что тут очень хорошая щеточка и она действительно здесь маленькая с обычной щите с обычными щетинками и я могу прокрасить свои реснички так как мне надо и сделать их такой длины которая мне нужна сейчас вы ее видите у меня на глазах у меня уже новая это этой туши уже все это тушь уже очень долго применялась и я ее просто напросто заменила закончились румяна от нарс с провокационным названием оргазм все у меня ничего внутри не осталось и эти румяна я обязательно повторю потому что они очень хорошего оттенка который подходит под многие мои помады под ноги и мои образы да сейчас у меня появились румяна любимые которые вы у меня видите постоянно на лице и даже спрашиваете что это это румяна от ив сын лоран в которые я влюблена и теперь у меня все остальные румяна лежат но вот эти но вот эти я вот планирую повторить купить еще раз ну мы уже с вами на финишную прямую выходим это средство x brow я брала средства для отращивания ресниц вы знаете и у меня действительно отросли ресницы чему я очень рада и довольна осталась этим средством и поэтому я уже за собственные деньги купила себе средства для бровей и вот тут к сожалению меня ждало разочарование мои брови как были так и остались может быть сами волоски стали чуть чуть длиннее ничего нового по моему у меня не отросло и в общем для меня это были выкинутые деньги я не знаю почему так получилось почему настолько хорошо бальзам для ресниц работает и настолько не очень хорошо вот это вот средства для бровей не знаю девочки если вы пользовались напишите у вас что-то получилось с помощью этого средства отрастить или тоже как я разочаровались очередной карандаш от мне сказали кика правильно произносить значит будем произносить кика карандаш от кика который я покупаю тоже из раза в раз это белый перламутровый карандашик который я использую видите у меня в уголках здесь и наружных уголках я прорисовываю всегда постоянно в своем макияже и для меня это самый любимый перламутровый белый карандаш потому что он и такой как надо белый и такой как надо перламутровый ничего чересчур и в общем для меня он идеальный поэтому ну раз пять точно покупала и я смотрю у меня здесь остались две одинаковые подводки это подводки от мак с кисточкой на конце покупаю из раза в раз знаете почему потому что они очень долго служат прямо очень вот для меня обычно если месяц продержалась подводка это вообще супер это хорошо вот эти подводки два месяца держатся а так у меня может недели за три подводки заканчиваются и вот с этими никаких проблем нету не они не текут они стойкие вот сейчас вы можете видеть у меня ее на глазах и я последнее время фактически только эти подводки беру маковские но вот недавно попробовала я вам взять на в покупках покажу недавно попробовала от худо бьюти новую подводку ее а может не новым что-то я только ее увидела я посмотрю сколько-то прослужит но вот эти конечно мои фавориты и мои любимые подводки все в пакете в моем разодранном больше ничего не осталось можно выбросить хлам из дома я надеюсь такие видео для вас полезны потому что это отзывы на продукты которые использовались от и до то есть это окончательный вердикт средства у меня на это все все пока